Российские земли одни из самых плодородных во всем мире. Тем не менее, миллионы гектаров пашни с года в год простаивают, оставаясь в руках недобросовестных владельцев. С прошлого года такие сельхозземли стали изымать и передавать в руки тем, кто хочет и может их возделывать. Чуваши не исключением. В Валиковском районе сегодня обсуждали судьбу тысячи неиспользуемых гектаров. Высокая трава, полевые цветы и молодые березки высотой с одноэтажный дом. Это земли сельхозназначения, которые они обрабатывали более шести лет. В Пятишевском сельском поселении эти земли находятся. Шесть лет назад их выкупило ООО Лукоянова-Агронова. Земли уже начали застать лесом. Благодаря земельному контролю, совместно с управлением Россельхознадзора Путеварской республики и Ульяновской области, три года мы актировали, что земля сельхозназначения не используется по целевому назначению. И вышли в арбитражный суд, и решение в настоящее время имеется об изъятии этих земель. Новый добросовестный собственник, 1000 гектаров сельхозземель, появится в июне. Аукцион Минюстом Чувашии уже объявлен. Выиграет тот участник, который предложит лучшие условия обработки и содержания пашни. В этом году Чувашия вошла в топ-5 регионов России, где лучше всего реализуется программа контроля за землями сельхозназначения. Данная практика у нас опробирована, и сегодня мы видим результат. Но это не самоцель изъять эту землю. Мы не ставим для себя такую задачу поставить данный вопрос на поток. Земли сельхоз должны обрабатываться, исключительно обрабатываться по их целевому назначению. Общая площадь земельного фонда Чувашии – 1,8 млн гектаров. 55% из них – земли сельхозназначения. В прошлом году необработанная площадь составляла почти 100 тысяч гектаров. На начало этого – на 30 тысяч гектаров меньше. Вопрос обработки земель сельхозназначения остается на контроле Росфельхознадзора, профильного министерства республики и общественности. Ей отводится одна из главных ролей в процессе выявления неиспользуемых участков. Нам нужно чаще взаимодействовать, выезжать с органов власти на места, смотреть, как она эксплуатируется и помочь законным путем изымать эти земли.